Согласно многим статистическим данным, во всех странах мира в последние годы отмечен абсолютный рост онкологических заболеваний, в том числе среди детей. Из 100 тысяч ежегодно заболевают почти 200. И всем им предстоит труднейшая борьба с этим страшным недугом. В Латвии больные детки проходят курс лечения в столице, в детской клинической университетской больнице. И вот уже пятый год подряд сотрудники компании «Доудком» привозят им большое количество коробок храбрости, наполненных игрушками, которые собрали жители Даугавплса. В этом году в больнице еще не был объявлен карантин из-за гриппа, как это случалось в прошлые годы. И нам удалось стать свидетелями того, как подарки попали в маленькие ручки своих новых владельцев. Этим деткам около трех лет, но они уже ведут взрослую борьбу со смертельным врагом онкологии. Каждый день их ждут различные процедуры, в том числе очень болезненные, которые они стараются стойко переносить. И для них новая игрушка становится ярким и радостным моментом. Теперь у этой маленькой девочки появился новый друг. А мальчику на выбор были предложены гномики и игрушечный трактор. Но он все же решил отдать предпочтение яркой кукле. По словам медсестры отделения Ирины Сободуши, часть подаренных игрушек приносит в процедурный кабинет. Даже для взрослого уколы капельниц это стресс. Для ребенка же это настоящее горе, которое сопровождается слезами. И так по несколько раз в день. Мы можем предложить им выбрать любую игрушку, которая согреет сердце, из которой они отправятся обратно в палату. А еще у нас есть отдельная коробка храбрости, в которой можно найти различные игры, фигурки. И когда им предстоит какая-то болезненная манипуляция, например, пункция, им страшно. Они также могут выбрать себе любой подарок. И ребятам уже хорошо знакома коробка храбрости. Игрушки из коробки храбрости обладают волшебным свойством. Они моментально высушивают слезы и делают деток счастливее. И это настоящее чудо. А ведь для выздоровления положительные эмоции просто необходимы. В этом году в акции «Соберем коробку храбрости», которую проводит компания «Даутком», приняло участие большое количество жителей Даугавпилса. И нам с вами удалось собрать рекордное количество подарков для больных деток. Мы хотим сказать большое спасибо всем тем, кто помог нам наполнить нашу коробку храбрости. Вы наполнили ее не только игрушками, но и своими хорошими мыслями, добротой и любовью. И мы хотим пожелать вам и вашим семьям любви и здоровья. Компания «Даутком», газета «Синчас» и портал «Грани» также благодарят всех неравнодушных к чужому горе жителей Даугавпилса. Вы в очередной раз доказываете, что только доброта спасет этот мир.